Глава Чувашии знакомился сегодня с реализацией программы капитального ремонта. Для своей инспекционной поездки Михаил Игнатьев выбрал жилые дома по улице Николаева в столице республики. Работы по этим адресам начались недавно. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Этот дом по улице Николаева возведен 50 лет назад, но за все эти годы, говорят его жильцы, здесь никогда не проводили столь масштабного ремонта. Необходимость с ним назрела давно. Те, кто проживает на верхних этажах, жаловались на постоянно протекающую крышу. Прохудились и коммуникации в подвале. Менять трубы и кровлю подрядчики уже начали. Когда стали рабочие разбирать кровлю, стропила, вообще 100% гнилые, потому что очень текло, у них даже смета превысит. Я довольна, что крыша делается очень красиво, мы ходили, смотрели. Очень довольна, что попали в программу долгосрочного капитального ремонта. Жильцы соседнего дома работой подрядчиков тоже довольны. Сейчас здесь меняют электропроводку и канализационную систему. Средства на капитальный ремонт люди собирали активно. Что касается оплаты фонд капремонта со стороны жильцов, цифра нормальная, около 90%. Удобство у нас в том заключается, что система единого платежа, единая квитанция. Жильцов, капремонт, поэтому это удобно, но в принципе платят многие. Проверяя работу подрядчиков, Михаил Игнатьев только визуальным осмотром не ограничился. Глава республики оценивал и качество материалов. Катится нормально? Не провалится ничего? Нет, все, мертвый сидит. Все заделали, все дыры заложили. Все по проекту. Подопроводные трубы вот эти, да? Да. И еще мы потом от кушек сделаем этим. Электрикой? Электрикой ткани обмотаем. В следующем году за счет фонда капитального ремонта здесь намерены заменить балконы и отопительную систему. Жители пожаловались Михаилу Игнатьеву и на разбитые тротуары. Глава города отметил, что программа благоустройства пешеходных дорожек в Чебоксарах уже разработана. В перспективе больше и больше будем выделять тротуары межквартальные. Мы говорим, что где народ в основном ходит, будем делать. Мы со стороны республики, со стороны дорожного фонда сейчас города ежегодно выделяем, соответственно, я скажу, миллиарды рублей. И будем эти деньги выделять и поэтапно, ежегодно будем благоустроить и дворовые территории, и подъездные пути, и тротуары. Почему? Потому что любим свой город. Потому что мы здесь живем. Михаил Игнатьев ознакомился и с ремонтом дома по улице Николаева, 55. На счет регионального фонда его жители внесли 93% от положенной суммы. Такие дома начинают ремонтировать в первую очередь. Сейчас здесь начали менять кровлю и систему отопления. В общей стоимости услуг на жилищно-коммунальное хозяйство принцип отопления всегда занимает 60-70%. Сейчас отдача тепла от новой системы отопления, если точнее не сказать, вы меньше должны платить. Краткосрочная программа капитального ремонта в республике завершится уже в сентябре. В этом году в нее вошло более 400 домов. Краткосрочная программа ежегодно корректируется от удельного веса собранных средств по тем улицам, по тем домам, где на самом деле выше 75%. У нас по республике в целом какая картина получается? Сбор составляет на сегодняшний день 75%. В данном случае даже город Чебоксары. 25% жителей еще не хотят платить. Думают, платить, не платить. Но они сами сдерживают выполнение этой программы. Мы им ставим задачу, не дожидая своей очереди, что сбор должен быть не менее 80%. И тогда фонд капитального ремонта и администрация, мы говорим, что в первую очередь эти дома включаем на капитальный ремонт. Следующий краткосрочный план капитального ремонта будет сформирован до конца этого года. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.